у нас остается 10 минут до начала рабочего дня вот этот магазинчик но он почему-то еще закрыт в этом магазине находится поп-н-хаус это кукольный домик я уже прочитала вот здесь на вывеске что делал он его 16 лет ханна зовут его жену поэтому ханерли называется этот домик масштаб один к десяти мы обязательно придем и вместе с вами этот домик посмотрим смотрите так холодно что даже водичка замерзла здесь я так люблю утро в госларе потому что но она вот какое-то особенное так кофе андас находится вот там мы сейчас пойдем немножечко по-другому а знаете почему мне интересно посмотреть на колесо она там наверно все во льду так девочки меня поймут вот скажите пожалуйста как здесь по таким дорогам можно ходить на шпильках гослар он изменит вашу жизнь он вас переобует потому что когда я магазин здесь открыла в девятнадцатом году я наивная очень наивная еще пришла на работу на каблучках на шпилечки но первый же выход из магазина в этой же обуви у меня просто эти туфли слетали с ног каблуки застревали вот здесь в брусчатке соседи мои смеялись они сказали если бы мы тебя ну не знали ну как бы я же три-четыре недели мне нужно было на то чтобы магазин к открытию подготовить поэтому тогда я уже была познакомилась с соседями они говорят если бы мы тебя не знали мы бы взяли стульчики попкорн и и наблюдали за этим действием как фильме и смеялись бы но мы говорит так смеемся просто как бы ты нам симпатично поэтому мы смеемся с тебя по-доброму но в госларе вряд ли ты будешь ходить в такой обуви но они были правы ухты класс вот это да кстати в этом году первый раз за пять лет крутилась вот колесо которая под крышей это школа гимназия кстати я всегда говорю когда смотрю на это здание если бы я ходила в такую школу я бы наверно просила родителей меня каждый год оставлять на второй год школа замечательно красиво мне даже кажется там какая-то особая атмосфера царит крыши и фасады здания покрыты сланцем но это не весь сланец из хардсов это часть тоже привезенный здесь музей цинковых фигур мне уже начинают руки от холода трястись кстати очень классное заведение здесь красивенько в немецком стиле какие умнички как красиво украсили так от самого звездного декоратора города гослар комплимент молодцы почему я так нагло говорю от самого звездного потому что мне все говорят что у меня самый красивый магазин и что я умничка вот так а комплименты тоже нужно принимать так сейчас самый звездный декоратор замерзнет навсегда господи пар со рта идет ох холодно 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 на солнышко светит туристы еще прячутся в отеле не наверное на балкончике вышли подумали да ну зачем будем сегодня любоваться городом магии мистики городом ведьм из окна так а почему почему здесь поленились елочки шариками украсить обратите внимание если на фасаде есть уже кастом для цветов вот эти вот держатели для цветов следовательно они имеют право цветы сажать и любоваться ними но если например вы открываете магазин и у вас нет таких держателей то вы не имеете право держатели привертеть прикрутить но я договорилась человек который отвечает за эти вещи в госларе я как-то случайно с ним встретилась в одном заведении и его уговорила и мне разрешили повесить крючки на фасад она эти крючки цветы но мне при этом сказали смотри чтобы они выглядели так как будто им тысяча лет но я нашла такие я сказала отлично у нас это есть и поэтому у меня цветы на фасаде всегда были крыши скоро просто срастутся здесь кстати любимое место у туристов фоткаться посмотрите все кстати натуральное дерево домик такой пузатенький уже со временем получился вот мы и вышли к маркт керхе маркта еще закрыт знаете что мы не пойдем через площадь и мы создание ратуши мы пойдем с вами через лес как же холодно слышите ладно пошли смотреть сейчас откроются дверки и там выйдут фигурки зимой кстати играет другая музыка надеюсь youtube не забанят у нас садится батарея наверное потому что хочет чтобы мы наконец-то пошли работать вот там сейчас откроются дверки и будут выезжать будут выезжать фигурки не будут выезжать замерзли ярмарка открывается в 10 ну зато сейчас можно вам хотя бы показать как это все выглядеть хотя вряд ли это имеет такой эффект когда все закрыто странно что фигурки не выезжают посмотрите насколько ценится здесь место домики они просто растут как грибы до нет никакого там метра между соседями видеть в разное время построена все с этим согласны мне просто кто-то когда-то писал в комментарии господи если бы я жила в таком доме у меня была бы клаустрофобия вы знаете если вы решаетесь в каком доме жить то это изначально принятое вами решение мне кажется вы бы этим просто наслаждались я не думаю что был бы какой-то другой эффект но можно нужно кстати успеть в этом году прийти и вечером вот здесь сфоткаться здесь все светится называется вайнахсвальд наверно сегодня замерзну здесь до смерти и вот этот лес вырастает только на рождественскую ярмарку а когда нет рождественской ярмарки то здесь стоят столики брусчатка туристы едят самое вкусное итальянское мороженое а ваша галина старп пьет здесь кофе но сейчас у нас здесь лес не пойму десять часов что только я опаздываю на работу они где все где они почему все закрыто пора просыпаться это же мы здесь с дедушкой шиллингом глювайн пили ну в смысле гутен моган ну в смысле он глювайн а я киндер пунш вот так здесь красивенько красивенько но я вижу туристы уже первые сюда приходят а хозяева еще почему-то не открылись ладненько идем в магазин так 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 пришли нам сюда еще раз показываю как я вчера изменила окошко но мне нравится как-то по-другому но все равно в нашем сказочном стиле мне кажется так даже лучше видно мебель вот теперь действительно видно что есть вот такое трюмо но вместе с ним в наборе идет стульчик класс диффузоры свечи кстати хорошие мои вот этих вот свечей становится все меньше и меньше пишите кому еще эти свечи нужны все успеем отправить с рождеством жизнь не заканчивается зима будет здесь продолжаться еще очень очень долго у меня хотят моего щелкунчика купить моего хорошего я утром приезжала привозила кое-какие посылки поэтому свет включен все как бы уже подготовлено ведьмочки ведьмочки привет магазинчик волшебный привет как же здесь холодно как же здесь холодно ну в смысле в магазине уже тепло вот на улице холодно там и девиз инвой донка шоу них на магер на комплименты он так мне сказали я круто выгляжу так смотрите вот такая хекс и летит эфурт эфурт это восточная германия вы понимаете что это не русский не но не не вот такая ведьмаха летит эфурт батарейки я уже поставила со бисцинь с фоной выключить youtube на телефоне youtube я не знаю что это я не знаю что это если смерть и не старт галина это мое название старт или дать и дать и дать и дать и дать и Так, все, кто там писал, что я это похоже на анорексичку и уродливая, вот стоит мужчина, покупает ведьму и говорит, у вас такая классная фигура, вы так классно выглядите, я бы вообще закрыл дверь и кое-что с вами сделал, но мы это не воспринимаем как какой-то абьюз, я ему говорю спасибо за комплименты, я люблю, когда мне делают комплименты, вот так, купил ведьму, молодец. Так, наоборот, так, в этом боне стоит, наоборот, я хочу сейчас подождать ее с получается, я бы заеду что с вами. Я уже дважды забываю, поэтому не следует мне бы так, что. Я прикажаю, если вы застройки, то нужно вам flagsить. канал und vielleicht irgendwann kommen wir mit der kamera auch nach erfurt dankeschön und andere hexe können sie jeden tag sehen im youtube und gosla auch ich mache video ja aber sie sind da nicht drauf alles gut alles gut viele haben angst vor der kamera das verstehe ich auch ich habe mich schon dran gewöhnt dann wünsche ich noch einen schönen wachter sie schon ugeht das ist mir schon sehr viele komplemente кто-то писал когда сам велом встречалась написали в комментариях она жирная даже если бы я такой и было какая нафиг разница сколько человек весит кто после недавней встречи с юлей и ларисой писал она уродина анорексичка всем вам пароход вот пожалуйста пришел мужик купить ведьму а мужское мнение но очень кстати важно и кстати я еще хочу сказать что мне многие делают комплименты я это принимаю почему нет если мне сейчас кто-то напишет у нее завышенная самооценка принимать комплименты в свою сторону как бы вы не выглядели это нормально если у вас адекватная психика если вы психически здоровый человек то это нормально и никогда не прибедняетесь как бы вы не выглядели а в свою очередь скажу внешность это не самое главное вообще я считаю даже вот соседи перебили натали штоллер мистер x ваши две посылки забрали уже сейчас надя бавария танечка норвегия нас танечкой нужно еще созвониться может быть я все-таки свечу еще в этой упаковке отправлю так вот что я хотела сказать когда мне делают мужчины комплименты я с радостью эти комплименты принимаю а почему бы нет в америке там немножко сложнее мужикам потому что там если комплимент сделает сразу засудят но я считаю во всем есть свои какие-то логические границы я когда сказал у нас есть youtube канал как бы не обращайте внимание я делаю видео я сняла свое пальто вот то что на видео до этого было он и так вот стоит вот так вот застыл и говорит и говорит и говорит и говорит и что спасибо ему за это это его мнение вот поэтому я комплименты очень люблю 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 и чтобы мне там не писали за внешность за волосы вечно блин то спаленные то слишком редкие мне просто два года назад спалили волосы парикмахер то слишком редкие волосы были то спаленные теперь слишком густые парик ой спросите мою бабушку точнее радуйтесь что она не умеет в ю тубе комментарии писать так бы не не дай бог бы она от кого-то услышала какое-то кривое слово в мою сторону вышел на сразу глаза выцарапает вилами она мне такая у ее и вы какая генерал кстати может быть может быть на следующее лето приедет может быть хотя это она мне обещает уже восемь лет подряд вот восемь лет я здесь живу восемь лет подряд она едет в гости и она всегда говорит ну это же у вас время есть у меня-то времени нет потому что моя бабуля в 77 лет еще держит теплицы там где она живет супермаркетов нет ничего нет поэтому что ты вырастил то ты и съел вот как-то так это мы здесь разбалованные вон вышли хочешь тебе супермаркет хочешь тебе markt свет есть вода есть живет еще в таком зайти как это говорит мой ребенок что инсайт он каменном веке так мои хорошие меня засыпали комплиментами господи как приятно к сожалению мне придется сегодня в 13 00 закрыться потому что мне нужно будет ребенка своего к врачу сводить в такие моменты радуешься что ты работаешь сам на себя потому что если бы на кого-то наверное бы уже уволили меня из этого магазина не выгонишь я бы здесь 24 часа в сутки было но но обстоятельства такие что придется сегодня в час закрыться поэтому я постараюсь посылки ваши все подготовить если кто-то приезжает на выходные в субботу здесь будет карина работать будет мне помогать думаю будет весело у меня планы еще такие плавающие но я думаю все таки выходные это выходные мы постараемся что-то интересное вам всем показать проявляйтесь в комментариях пишите кстати свое мнение как вы относитесь комплиментом как вы на них реагируете принимаете не принимаете либо просто молчите я почему спрашиваю потому что я хочу открыть также рубрику на канале с психологом и разбирать вот такие вот кубики почему люди стесняются почему люди не принимают комплименты по какой причине а почему иногда просто люди вот как ежики они вообще боятся кого-то к себе подпустить но это вот немножечко будет так знаете постепенно наху нах как говорят немцы потому что пока мы заняты вот здесь пока мы летаем на метле по ведьминскому городу гослар которому тысячу сто лет и это действительно сильный город это действительно место силы недаром местные говорят полюбите гослар и он вас защитит поэтому всем добра пока пока